Друзья, приветствую всех! Я Светлана из Сан-Диего. Сегодня мы в гостях у семитонных животных. Это африканских слонов. Это огромные и умные, сильные и общительные животные. Находятся под угрозой исчезновения. Как же их кормят? Как к ним относятся в зоопарке? Как они себя чувствуют рядом с людьми? Мне это было очень интересным. Этим слоненькам привозят еду на специальные техники и работник зоопарка раскладывает еду в нужные места. Они нас поражают морщинистой кожей, длинными и гибкими носами, и большими развивающимися ушами. Дорогие друзья, есть такой вопрос для всех. Мне бы хотелось узнать от вас, как вы считаете, есть у слона зубы или нет? Напишите в комментариях. Ответ у меня будет в самом конце ролика. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Уши слона похожи на кондиционер. Когда слоны хлопают ушами в жаркий день, то их кровь течет по многочисленным кровеносным сосудам в ушах и охлаждается. Такое хлопание ушами охлаждает их большие тела в теплые дни. Можно сказать даже в жаркие. Ответ на вопрос про зубы у слона. Бивни, которые у него имеются, это и есть единственные резцы, которые есть у слона. Когда рождается маленький слоненок, у него молочные зубы. Такие же бивни, но в сантиметрах они по длине только 5. 5 сантиметров в длину. Постоянные пивни растают уже примерно к 2 годам и растут на протяжении всей своей жизни. Ну а вообще у слона 4 коренных зуба. Один сверху, один снизу. И с двух сторон. Получается всего 4 зуба. А вес его около 2 килограмм. И размер примерно с кирпич. Друзья, ну вот мы и посетили нашего друга слона. Африканского слона. Давайте пожелаем друг другу всего самого наилучшего. Если вам понравился ролик, ставьте лайки, пишите комментарии. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok